Добрый день зрители канала и все-таки мы сейчас хотим начать рубрику рассказ по удобрениям в первую очередь по основным минеральным удобрениям которые нужны растениям для полноценной жизни это у нас макроэлементы такие как азот фосфор калий кальций сера магний и микроэлементы железо бор цинк молибден марганец смотрите из них вот сегодня поговорим давайте об азоте на самом деле все вроде знают да но многие как бы все-таки используют неправильно да то есть то что неправильно но не те удобрения мы сейчас говорим только пока про теплицы теплицу надо понимать во первых что она закрыта пленкой то есть мы здесь не получаем дождевых осадков который промывает почву и поэтому мы должны пользоваться стараться удобрения безбалластными то есть то что нам не нужно конечно в первую очередь для того чтобы говорить об удобрениях по-хорошему да вы должны сдать анализ своей воды на по составу да то есть часто делать сессы его там при больших котельных делают потому что им тоже нужно знать жесткость воды состав но азот как сейчас сегодня поговорим об азоте азота воде практически никогда нет и какие мы даем азот на удобрения азотные удобрения у нас будет трех видов первое это нитратная 2 это в аммиачной форме третье это карбамид но мне конечно больше нравится нитратная форма хотя обычно на слуху а нитратная да там ну на самом деле какие бы вы не давали удобрения то есть конечно счете растениях все на приводит нитратный да то есть это будет и аммиачный карбамид он будет все на переходить не так то есть переизбытка того что там многие как пишут иногда там без нитратного удобрения на основе аммиака да то есть аммиак на самом деле мне меньше нравится использование в теплицах потому что он является антагонистом кальция калия магния потому что он тоже положительно заряжен йо и в принципе в растении идет самый первый соответственно если много давать удобрения на основе аммиачного азота у вас может быть появится дефицит калия магния и кальция самые хорошие удобрения из азотных на мой вид это нитрат калия нитрат кальция нитрат магния есть у вас вода щелочная то обязательно это может быть еще азотная кислота это тоже нитратный азот но плюс он еще подкисляет воду соответственно есть у вас воде еще есть карбонаты кальция магния или в почве он вам их достанет произойдет расцеление почв тоже очень хорошо дополнительно не дает отлагаться карбонатом на вашей капельной ленте то есть он ее подчищает вторая группа вторая группа это аммиачная аммиачная мы пользуемся обычно только если используем такие удобрения как map моноаммоний фосфат эта формула 1261 там 12 процентов азота весь азот аммиачная форма либо это у нас идет аммиачная селитра 34 процента азота 50 процентов аммиачно 50 процентов нитратный и еще у нас есть сульфат аммония но сульфат аммония я не рекомендую использовать теплицах потому что там много идет серы дополнительно сульфата серы но скажем так во первых почему я сразу сказал в начале про анализ воды анализ воды убрать потому что возможно что у вас если много идет воде серы у сульфата серы опять же то желательно вообще использует все удобрения без сульфата сер то есть без сульфата магния и сульфата калия есть вот у нас при воде до killers вообще практически отсутствует сульфат поэтому мы на огурцах используем схему подачи сульфат магния так как нам сера нужно в питание и нитрат калия на томатах мы даем дополнительно сульфат калия момент когда томаты начинают идти в налив, чтобы цвет был лучшим, электропроводность хорошо поднимается и чтобы увеличить калия без увеличения азота. Третья форма азота это карбамина или мочевина. То есть, чем она хороша? То есть, ее хорошо давать по листу, потому что это удобрение не диссоциируется на ионы. Это органическое вещество. Оно не обжигает листья за счет этого. Можно спокойно 1-процентным раствором карбамида опрыскивать по огурцам, по томатам. То есть, даже в принципе чуть-чуть придавливает мучняк в мучнистую росу. Минус, ну на огурцах, то есть не минус, если у вас высокая электропроводность воды изначальная, то наоборот это в плюс давать карбамид дополнительно понемногу, если вам нужен азот. Так как огурец не любит высокую электропроводность, а томаты же наоборот, им надо электропроводность повыше и поэтому на томатах я не рекомендую использовать карбамид. Ну вот и все. Мы сегодня поговорили про азот. Азот это все-таки, помните, самый основной элемент в питании. Это от 40 до 60 процентов прирост урожайности. Его надо давать. Но опять же, избыток азота приводит к накоплению нитратов. Это тоже надо иметь в виду. И задерживает, опять же, еще очень большой, важный момент, когда вы даете много азота, растения начинают больше вегетировать и вы отстаете в сборах. То есть у вас начинают помидоры краснеть позже. Если вы там выращиваете, например, перцы, то же самое. То есть у вас вегетация отодлевается. Если тем более вы боретесь заранее урожай, то есть азот надо контролировать. На этом все. Спасибо. До свидания.